Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цесарским. Это действительно в прямом эфире Народной Волны. Радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Понедельник, и мы, как всегда, вместе и можем поговорить. Поговорим о выборах. Для кого-то эти выборы уже закончены. Есть много торжествующих граждан и гражданок, и людей без определенного пола. Они тоже торжествуют. Есть много людей, которым всё было ясно ещё до того вообще, как люди пошли голосовать или посылали свои бюллетени, почты. Но вот есть люди, которым пока ещё не ясно, как и чем это всё закончилось. Потому что ясно будет только в один момент, когда коллегия выборщиков назовёт победителя. И вот что произойдёт до этого, как будет во время этого, скажем, объявления, мы потом посмотрим. И тогда будем оценивать всё это действие в прошедшем времени. Кстати говоря, в ТВ-клубе «Континент» мы записывались с Игорем Гиндлером, известным вам также по встречам на «Народной волне» в радиоблоге. И вы можете почитать, вернее, послушать, почитать нашу запись. Она называется «Демократы пошли ва-банк». И вот то, о чём он рассказывает во многом, может быть, кому-то даст ответы на вопросы. А вопросы возникают всё больше и больше. И вот эти вопросы, ну, часть из них, какую-то толику, мы попытаемся сегодня с моим другом-собеседником, блогером Михаилом Гештейном обсудить. Миша, добрый день. Добрый день. Ну, выборы в Америке никогда не заканчиваются. Заканчиваются одни, начинаются другие. Потому что, Рябчун говорит, потому что, ну, они меня забрасывают всё время, всякими имейлами и смс-ками, что, типа, нужны очень деньги обязательно. И вдруг, ну, сейчас они собираются... А они кто? Ну, кто? Республиканцы. А-а, всё-таки. Да, республиканцы. Ну, понимаешь, если бы я там хоть раз пожертвовал на демократов, эти бы тоже бы забрасывали. Тут же беспрерывно забрасывают. Вот, и сейчас они рассказывают, как плохо в Джоди, потому что там сразу за двух сенаторов нужно будет голосовать, переголосовывать 5 января. Ну, когда там, первый вторник января. А сейчас вдруг я получил имейл, что уже про выборы 2022 года. Что мне не хватает там, кому-то там не хватает денег для выборов 2022 года уже. Поэтому я говорю, что это никогда не заканчивается. Потому что, когда я думал, закончились выборы, ну, всё, больше не будут приставать с деньгами, хотя бы чуть-чуть успокоиться. Потом они сейчас ещё постоянно пристают, что им нужны деньги на... чтобы этот элекшн проверить результаты элекшн, тогда на это... То есть собирают деньги постоянно. Миша, извини, я тебя дай бог. Почему хочу это сказать? У вас там Марк Кюбан. Знаменик. Вот. У нас? Ну, он чикагский. Вот. Марк Кюбан. Он владелец Чикаго Буллз. Вот. Миллионерка. Подожди, почему он владелец Чикаго Буллз? А чего? Он это... Сейчас. Владелец Чикаго Буллз. Не, 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 не. Не. Он калифорнийский. Ну, он может калифорнийский, но он владелец Чикаго Буллз. Вот. Значит... Ну, не. Ну, хорошо. Нам подскажут во второй части, не сомневайся. Да, да. Я просто баскетбол перестал смотреть, поэтому мне даже неинтересно, чем он там владеет и так далее. Ну, короче, миллиардер, который там даже пытался против Трампа кандидатуру оставлять, чтобы со стороны демократов, но так и не выставил. И вдруг неожиданно вот от него просто разумное было предложение, когда все там «давайте деньги, сдавайте деньги на поддержку этих кандидатов в Джорджи», и вдруг поступило от него предложение, что «хватит деньги сдавать на это, давайте лучше в это футбанкс». И тут же вся пресса стала говорить «как? Футбанкс – это ж плохо, надо деньги на поддержку кандидатов, они ж тогда сразу примут там все законы, и всем сразу все бесплатный сыр будут в мышеловках раздавать». Поэтому, оказывается, даже разумное предложение тоже оказывается неразумное. Но не важно. Миша, «Даллас Маврикс», окей? Да-да, «Даллас Маврикс», ну, хорошо. Ну, не важно. Ты нам не приписывай всяких там кюбанов, сударчиков, не надо. Я все... Это от меня далеко, поэтому я думал, что... А, поэтому тебе... Хорошо. Значит, давай-ка мы от баскетбола и от кюбана перейдем, знаешь, к чему? Это у меня действительно вопрос на языке вертелся, поэтому я начал тебя прерывать. Я не специально. Вот такой вопрос себе задать. Вот этот пересчет в Джорджии не профанация ли? Скажи, пожалуйста. Ну, мы пока не знаем. Он идет, идет. Мы никаких результатов оттуда не знаем, никаких утечек пока что оттуда нет. Профанация ли или нет? То есть, ходили слухи, что профанация, потому что ходили упорные слухи, что они не проверяют подписи в абсентибалов. Что, в общем, без чего... Без чего... Бессмысленно. Никакого смысла не имеет. Вот. Но... Ну, имеет, потому что одна вещь еще, то есть, не мешает проверить... Ну, короче, то, что называется пересчет без аудита, потому что пересчитывать и не проверять, кто же, на самом деле, есть этот человек или нет, имеет он право голосовать или нет, там, или нет, это тоже часть аудита, и подпись тоже. Но сегодня я прочитал заявление этого секретаря, секретаря of state Georgia, который сказал, что, как же там, мы обязательно проверяем все подписи на всех абсентибалов. Правильно, это говорит или нет, я пока не знаю, потому что со стороны Дага Коллинза, который республиканец, конгрессмен, который заведует, поставили наблюдать за, назначили наблюдать за этим пересчетом, пока никаких комментариев не поступало. Но, кстати, этот пересчет будет первой ласточкой в отношении вот того, что сейчас идет большой шум по поводу вот этого Dominion Software. Значит, Dominion Software это софтвер, которое в 28 или в 29 штатах использовалось для подсчета голосов и которое, по слухам, было так слегка подкручено, что голоса Трампа перекидывало на Байдена. Правда это или нет, мы, конечно, не знаем, мы пользуемся слухами, но сейчас эти слухи немножко под собой стали иметь большую основу, потому что, во-первых, выяснилось, что еще в 2019 году немного не могла Элизабет Уоррен и какие-то еще демократы кричали о том, что Dominion Software плохой софтвер. Сейчас они, конечно, об этом забыли внезапно, но бывает. Элизабет Уоррен достаточно много лет могла забыть. Вот. Кроме этого, еще оказывается, что, в общем, владеют ими исключительно какие-то там ультралевые люди, и один из них был вообще в избирательной кампании Байден. Вот. И уши Клинтонов оттуда тоже, как обычно, растут. И какие-то люди из этой кампании, то ли бывшие сотрудники, то ли нынешние, думаю, что бывшие, они, в общем, говорят, что да, софтвер можно было подкрутить. И если кто-то, кому-то интересно, можете посмотреть видео доктор Шива. Это доктор Шива, это бывший кандидат в Сенат от Массачусетса, который очень популярным языком объяснил, как это делалось, например, в Мичигане. Потому что в Мичигане он объяснил это на примере отклонения голосов только за Трампа от голосов, то есть, если все дают голоса за, просто все голосуют за республиканцев целиком, или голосуют как бы в основном за республиканцев, ну, выбирают кого-то там не республиканцев. То есть, он сравнивал отношения голосов, которые давались в республиканских, скажем, городах и весях. Значит, и получалось, что распределение, которое он рисовал, оно нарушало вообще все статистические законы. И даже сейчас ходит шутка, потому что в первые же там дни после выборов или даже часы. Народ стал показывать, народ вспомнил свое образование статистическое и привел очень много отклонений статистических от норм. И кто-то даже сказал, что тут само количество статистических аномалий, которые были на этих выборах, это само по себе статистическая аномалия. Ты, наверное, читал, видел информацию о том, но я приведу только Джорджию, в остальных штатах тоже весело. Значит, количество отклоненных бюллетеней на выборах шестнадцатого года, послушай, было 6.5 процентов. Это в шестнадцатом. В двадцатом 0,2. Вот как ты думаешь, вообще, в принципе, такое возможно? Нет, такое невозможно, и количество должно было быть, безусловно, больше, больше, потому что, ну, абсентибаловцы, которые... Потому что почтят, конечно. Нет, просто абсентибаловцы, которые обычно брали, это был какой-то там фиксированный процент от избирателей, ну, скажем, 10 процентов. В этом году это количество гораздо больше, поэтому вероятность того, что человек ошибется, который первый раз это заполняет, естественно, выше, чем средняя, которая была всегда. И это безусловно. И то же самое мы видим и в Неваде, и в Мичигане, и в Пенсильвании, где там тоже в 30 раз меньше было количество незабракованных бюллетеней. В Пенсильвании вообще там весело, потому что там же нужно проверять бюллетень, а подпись идет на конверте. Вот. И они очень хорошо сделали, они бюллетени отложили отдельно, конверты отдельно. То есть, если ты бракуешь конверт, ты не знаешь, к какому бюллетене этот конверт относится. Ну, сейчас ходит, по-моему, уже пристало ходить, но, по-моему, еще ходит где-то эта байка насчет того, что там бюллетени с водными знаками, и сейчас проверят, что там Трамп отправил Национальную гвардию проверять, они все предупреждали. Вот. И там, в общем, за Байдена проголосовало там не 77 миллионов человек, а 20 миллионов. Вот. Ну, это, понятное дело, что это, в общем, байка. Ну, это байка, да. я наблюдаю за постами наших либеральных собратьев, если так можно выразиться, насчет собратьев, но они, они особенно смакуют вот эту, именно вот эту часть, где про такого рода бюллетени. Кто-то пустил байку, к сожалению. Я не исключаю, что они это и сделали, понимаешь, у них есть такое обыкновение, от имени противоположной стороны что-то придумать, потом обвинить. Ну, это как бы те и другие это делают, это известно, это обычный способ информационной войны, поэтому ничего особенно такого в этом нету, но байка есть байка, верить в нее не нужно, то есть, если вдруг нам это продемонстрируют, прекрасно, но пока они продемонстрирули, мы в эту байку не верим. Вот. Еще, что у нас еще, значит, в Аризоне они там никак тоже что-то досчитать не могут, там уже в общем сравнялись почти, то есть, Трамп может отстает там, я не знаю, на 5-6 тысяч голосов, я не видел последние цифры, вот, значит, и они будут тоже быть пересчет, и там тоже будут судить, потому что там в Фениксе, как-то во всех больших городах такой же бардак, и вообще говорят, что все выборы решены, то есть, насчет массового нарушения, мы не знаем, может, есть или нету, но тут достаточно не массовых, а точечных, и нарушения эти точечные, это в четырех городах, это в Детройте, в Милуоке, в Филадельфии и в Атланте, причем Филадельфия, Атланта и Детройт, они известны своим, то есть, на них просто никто особенного внимания не обращал, все там закладывали, что это как бы плохо, но там Сабрбс помог, за границей нам поможет, а Милуоке, я не знаю, в первый раз, я так слышал об этом, но говорят, что, в общем, достаточно было, не нужно было там каких-то супер софтвер, там, каких-то нарушений, чего, просто нужно было там подбросить несколько сот тысяч, пару сотен тысяч бюллетеней в каждом из этих там городов, а там, естественно, всякая шушера живет, поскольку это демократические города с демократическим контролем, поэтому найти 200 тысяч человек, которые точно не пойдут голосовать и вместо них там положить бюллетене, там можно, запросто. Легко. Да, это известно дело, и заметь, смотри, когда ты смотришь карту, вот, ну, голосование, любой штат открой, и вот ты посмотри, он разукрашен красным цветом буквально полностью, есть точки, раз, два, три, четыре, там, пять, не больше, это точки, это все мегаполисы, где собрано вся эта, извини, элита, элита, это мозги этой страны, вообще все лучшее, и вот это, I'm sorry, шваль, которая тоже имеет место быть в этих городах, плюс те же миллионы нелегалов, и так далее, которых, скорее всего, тоже привлекали, там достаточно, знаешь, каких-то денег, и человек пойдет и назовет себя любым Джон Смитом, и тоже делает. Ну, во-первых, не во всех штатах, поскольку WaterAid нету, то не во всех штатах и проверка есть, что это гражданин или не гражданин. Ну, в том-то и дело. И в Аде там полный беспредел, вот то, что там, это, кстати, сказали, благодаря Хэри Риду, сенатору, бывшему лидеру сенатского... конечно, конечно. ...который там устроил пол, там вообще кто угодно может голосовать, и там из-за этого сейчас, хотя даже ходят слухи о том, что в Кларк-каунте заставят переголосовать, потому что там даже понять невозможно, что там происходит. И, ну, кто-то сказал, кстати, посмотрел опять-таки, люди же сейчас статистику смотрят, причем поразительно, люди смотрели у людей, люди даже публиковали записи, люди записывали трансляцию там СНН, других там каких-то каналов, и публиковали, показывали буквально, как там, допустим, у Трампа в Пенсильвании 2 миллиона 690 тысяч, а у Байдена, допустим, миллион там 980, и вдруг у Байдена становится 2 миллиона, а у Трампа 2 миллиона 670 тысяч, вдруг там на 20 тысяч куда-то пропало. Да, все, все останавливается, жизнь, правда, не прекращается, через пару часов все становится как им нужно. Кстати, насчет останавливаться, вот, выходные, была интересная информация, в Атланте, вот это, это Фултон Каунте, по-моему, да, там была остановка расчета, пересчета, в 10.30 вечера, 3 ноября, они сказали, что у них там прорвало трубу, взорвалась труба, поэтому всех выгнали, а потом спокойно продолжили пересчет. То есть, они сказали, что мы заканчиваем пересчет на сегодня труба, там вызвали сантехника, на самом деле всех выгнали, а пересчет еще 3 часа продолжался, естественно, в одни ворота. И, а потом оказалось, люди же оказываются дотошны, когда вот нужно, и даже когда не нужно, они лезут, изучают все, значит, спросили у всех атлантских сантехников, был ли вызов или нет, и все дружно подтверждили, что никакого вызова ничего не было, и причем даже нашли даже имейл, или там телефон, или смс, или что-то, в котором было написано, что это был не взрыв трубы, а там было мелкое, как бы, мелко там что-то текло, и никакой опасности это не представляло, поэтому ничего закрывать не надо было, ну, как обычно. Миша, это сговор сантехников, трампистов, понимаешь? Поэтому вот так. Ну да, сантехники, они рабочие люди, теперь затратят. Они трамписты, поэтому они пытаются подставить честных, кристально честных служителей. Ну да, хорошо, у нас... А марш еще, в субботу был огромный марш, ну, по оценкам властей, что обычно занижены, это 200 тысяч человек в поддержку Трампа в Вашингтоне, и все было хорошо до того, как вечером туда примчались эти бойцы-антифы и устроили погрому с мордобоем, даже кого-то там, по-моему, сильно травмировали, и, к сожалению, арестовали только 10 человек. Вот это вот непонятно, почему... Миша, извини меня, Вашингтонская полиция, мы очень к полиции уважительно относимся. В большинстве своем, по всей стране, это люди, действительно, работающие. Честно, которые исполняют свои обязанности как положено, и служат закону, а не какой-либо партии, да? Но, Вашингтонская полиция, ты не забывай, кто там мэр, ты не забывай, кто им дает распоряжение, а они специально этих людей бросили на съедение, так скажем. Неужели ты не понимаешь, что они могли спокойно там... Ну, они, может, это же все... Нет, ну, зависит... Ну, сейчас-то чего? Сейчас же это все идет против Байдена, вот. Сейчас вот растут... Почему? Почему? Ну, потому что, типа, он же теперь у нас как бы президент-элект, поэтому... А, элект. Он еще не распоряжается, он всегда... Он станет элект, он станет чего-то, он расскажет о том, как он вакцину изобрел. И запустил ее. И попорол ковид, и вообще все напасти. Это будет потом, если будет. Но сейчас полиция не сработала, потому что, в принципе, люди прошли, люди абсолютно вели себя не так, как ведут эти погромщики, БЛМ, Антифа и так далее. Но сделано было так, чтобы кто-то получил-то. И они били, сволочи, не тех крепких ребят. Они выцеливали стариков, всяких таких людей, которые, ну, более поддаются избиению и ему не могут ответить. Ну, потому что ребят и оружие какое-то могло быть. Могло. Могло. Но, видишь, его практически не применяли. И, в принципе, я не знаю в истории Америки, насколько это вот... Вот четыре года Обама правил, и я не помню, чтобы его, чтобы толпа его встречала и скандировала не просто «Four more years», а еще говорила «Мы любим тебя, Обама! Мы тебя любим!» Я такого не помню. Говорили просто такого количества народу мы не помним. Да. Ну, говорили те, кто лизнуть лишний раз хотел. В данном случае люди пришли и да, и высказали свое, в общем-то, мнение. Хорошо, у нас есть... У нас уже полчаса прошло вот так быстренько. Мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, а потом вернемся, и если будут к нам вопросы, господа, то, пожалуйста, звоните. Ну, а мы возвращаемся в радиоблог Игоря Цесарского. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Игорь, если вы не возражаете, давайте попробуем принять первый звонок. Давайте. Я только напомню, что с нами сегодня Михаил Гирштейн измечаешься. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. На днях выставил Байкене, сказал, что кроме того, что он 20 миллионов нелегалов легализует и даст гражданство, он еще примет в Соединенных Штатах на 800 процентов увеличить прием беженцев. Скажите, пожалуйста, это же превышает нынешнее население Соединенных Штатов. Он это сделает проведет через Сенат или же будет душить Америку указательным способом. Спасибо. Нет, население Соединенных Штатов это не превышает. Это, имеется, до 800 процентов больше, чем ежегодно сейчас принимают. Сейчас это, по-моему, 50 тысяч человек, а он хочет там, сколько там, 400 тысяч. Вот. А ну, я не уверен, это в принципе же решается на уровне министерства Department of Homeland Security. Вот. И поэтому Сенат, я думаю, тут ни при чем. Насчет гражданства просто без Сената он ничего сделать не сможет. По идее. Хотя, зная, как Обама сделал Даку, то, черт его знает, может, и тоже сможет. Потому что Executive Orders... Ну, единственное, на что я надеюсь, если вдруг Байден будет президентом, что республиканцы уже научены, как нужно действовать, и будут все эти Executive Orders, которые Байден принимал, тут же подавать на них суд, и чтобы их судьи блокировали. Потому что слава Богу, большая заслуга Митча Макконнелла в том, что он за эти 4 года смог, они смогли утвердить больше там 300 судей в различных судах. Многие суды теперь уже не такие либеральные, как были, а многие даже вполне стали консервативны. Даже иногда 9 апелляционный суд выдает решения, отличающиеся некоторым разумными смысл. Миш, извини, у нас есть звонок, попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, вы знаете, у меня приятели из Вирджинии, они ездили, ну, они сейчас в Вашингтоне находятся, и вот они мне присылали видео, репортаж в прямом эфире. И вы знаете, когда увидел это количество людей, которые просто стояли и пели гимн, вы понимаете, у меня комок, вот это Америка, не вот это вот пена, это грязь, это непонятно что. И вот эти люди, они же никуда не денутся, и они другими уже не будут. Вот что будет? Нет, ну, ничего особо не будет, то есть, к счастью, скажем, Байден это не самый плохой вариант, который мог бы быть, во-первых, если он будет, а во-вторых, все-таки не забывайте, что из всех президентов только Трамп что-то мог сделать, остальные все для них сидит, для них это вот 8 лет, это как бы только-только, чтобы начать что-то менять. Рейган, Рейгана все любят, но Рейган все-таки ему тоже особенно ничего делать не давали, потому что был, у него все время был Конгресс и Сенат, все время были демократические и при Рейгане все-таки Рейган, Рейгану повезло, что развалился Советский Союз, но как бы не только повезло, он принял в этом некоторое участие, с одной стороны, а с другой стороны экономика после Картера стала набирать ход и расти, поэтому Рейгану в этом плане тоже было достаточно сильно повезло, плюс они сильно поменяли политику Федерального резерва при Рейгане и проценты, которые были при Картере там 16-18 процентов ставок, они все-таки опустили до нормальных, поэтому пошел развиваться опять покупка домов и все такое, поэтому а Трамп, сколько делал Трампа, он не сделал никто. Это точно, Миша, у нас есть звонки еще, давай попробуем принять, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Михаил, вы знаете, мы рассуждаем, что сделает Байден и такое уныние нахлынивает, что просто ужас, неужели справедливость не восстановится, неужели невозможно доказать, что ты не верблюд и что в этой прекрасной стране теперь навсегда воцарится вот эта вот фальсификация, которую невозможно приостановить. Не, но тут два, это две части. Одна, доказать, что была фальсификация, можно и наверняка докажут. Вот. И масштабы ее тоже вполне возможно могут быть, окажутся, в общем, большими. И это очень, в общем, в принципе, само по себе принесет большую пользу, потому что демократам уже будет некуда деваться, придется либо там вот и айди, либо удалять из их списков избирателей мертвых душ, тех, кто переехал и так далее, чистить эти списки, потому что уже деваться не, ну, будет, они должны хоть какие-то шаги предпринять, чтобы убрать вот эту системную проблему, которую они же и создали. но с другой стороны непонятно, достаточно ли будет решение судов, чтобы отменить результаты в тех или иных штатах, чтобы пересчет пришел нормальный, чтобы результаты пересчета оказались тоже не сфальсифицированы, с нормальным допуском людей, потому что они сейчас опять крикнут, что у них сейчас ковид и закроют все, и скажут, мы не можем, мы должны там считать это все там в темноте, чтобы, не дай бог, не заразиться, вот, и поэтому что там будет непонятно, поэтому я рассматриваю, что даже если, скажем, не добьется Трамп того, что будет либо отменены результаты в нескольких штатах, либо перевернуты после пересчета, то по крайней мере большая победа будет его, если будет вот этот вот скандал с фальсификациями, если он будет продолжаться, если он к чему-то все-таки положительному приведет в итоге. Ну, Миша, я скажу такое, картель прессы, он придушит любую информацию, она просто не поступит так на общую массу. Сейчас я должен, кстати, насчет картеля прессы сказать, что сейчас те, кого позакрывали на Твиттере или кому надоедают вот эти вечные дурацкие, идиотские комментарии Твиттера, что это там не доконул, Твиттер, они сейчас пришли в приложение, которое называется Parler, и оно даже несколько раз уже падало, потому что такой был наплыв желающих. Сейчас уже CNN или кто-то там требовали, что Parler надо немедленно закрыть, потому что это нарушает демократию. Да, вот поэтому это означает уже, что Parler в принципе занимает какую-то достаточно серьезную нишу. Кстати, и альтернатива Ютубу тоже уже появилась, это называется Рамблит. Вот, поэтому... Да, хорошо, ну вот смотри, это все, это в будущем соцсети, те или иные какие-то, наверняка возникнут альтернативы, но смотри, сейчас мы говорим все-таки вот о важности в том числе выборов Сенат в январе, так? Да. То же Джордж. А вот как ты расцениваешь, когда один из кандидатов президента от демократической партии зовут, его не помню, как я, по-моему, Эндрю Янг, да? Был такой, помнишь, китайского происхождения, хлопец. Вот, он в открытом текстом этот человек призывает сторонников демократов переместиться с разных штатов в штат Джорджио, зарегистрироваться там и проголосовать за сенаторов и демократов. Оказывается, нельзя. Оказывается, нельзя? Нельзя, потому что как раз вчера по этому поводу были комментарии, по-моему, от какого-то официального лица как раз из Джорджи, по их законам, вот эти вот special election, то, что называется, второй тур и так далее, потому что в Джорджио дурацкие, своеобразные немного законы, значит, кроме, по-моему, президента, все остальные, если набирает, не набирает победитель 50%, то у них потом идет повторное голосование среди первых двух мест, вот, занявших первое и второе место, вот, и на этих special elections нельзя, то есть, могут участвовать только те, кто участвовал в general election, поэтому, ну, как они там будут проверять и как они будут считать, непонятно, конечно, но опять, но они вот сейчас посмотрим, как у них пройдет пересчет, во-первых, скажем так, если у них очень много нарушений рейм-пересчета, нет никакой гарантии, что и Дэвид Пердю, например, тоже не выиграл сразу, поэтому, там с этой вот Келли, или как ее зовут, это Лофлер, по-моему, непонятно, то есть, гарантированно должно быть перевыбор, потому что там была и она, и был Дак Коллинз, и был вот этот вот, ну, демократ, поэтому, то есть, там, поэтому там никто не набрал 50%, то есть, можем смотреть, но вообще, цинизм беспредельный, мне кажется, прошу еще и звонок примем, добрый день, слушай вас. Добрый день, я хочу пару вещей сказать, первое, в отношении количества тех бюллетеней, которые приходили с полной бюллетеней, на участках, вот, я уже больше 10 лет на участке, и моей жены такого количества, сколько бюллетеней было в этот раз, которые люди неправильно заполняли, и переносили, которые получали по почте, не было никогда, поэтому, я не думаю, что в других штатах люди умнее, знаете, и делают меньше ошибок, чем в нашем штате. Ну, это я ровно это и говорил, что поскольку резко увеличилось количество людей, которые заполняют по почте, резко увеличивается количество ошибок, потому что не делается 100%, это, конечно, за процентов, и когда они рассказывают о уменьшении 0,10%, это все, ну, это называется... Ну, это просто говорится о том, что они вообще не проверяли ни подписи, не проверяли ничего, а просто там правильно, неправильно заполнили бюллетень, запихивали в машину и прибавляли плюс там Байдена. Это безусловно. Сейчас, кстати, есть один человек, я не помню, как его зовут, у него сложное имя какое-то, он, Мэтью там, Наби, у него фамилия, и Нади заканчивается, вот, он занимается сейчас тем, что он собрал данные по всем избирателям по всей Америке, вот, и занимается анализом, сколько проголосовало, сколько было послано бюллетени, не вернули, сколько этих мертвых душ и так далее, они сейчас, он собрал около там больше 600 тысяч долларов, сказал, что все, ему уже как бы достаточно для, ну, для того, что нужно, то есть, они все данные, которые нужно было, они купили, и они еще на этой неделе продолжают эти данные изучать, они уже там обнаружили достаточно много людей, которые по два раза голосовали в разных штатах, которые, ну, мертвых душ они, кстати, не так много обнаружили, но все равно обнаружили, и плюс еще они обнаружили очень много, большое количество, ну, десятки тысяч тех, кто не возвращал бюллетени, и даже сотни тысяч где-то, и они обзванивают методично всех этих людей, и уточняют, голосовали ли на самом деле или нет, то есть там уже, при том, что, как бы, ну, понятное дело, что люди на телефонные звонки почти никогда не отвечают на незнакомые номера, они уже все равно там какие-то сотни или тысячи подтвержденных людей, которые не голосовали, которые отмечены, что голосовали, уже насобирали, причем они делают с эфидевитами, как положено, не то, Миша, извини, у нас есть звонки еще, давай попробуем принять, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос к Михаилу, я хочу у него, узнать его мнение по поводу того, что было вот сообщение, что секретарь штата Пенсильвания не имел права продлить на три дня прием бюллетеней, и теперь вот стоит вопрос, отсечь эти бюллетени или нет, или я ошибаюсь. Там было, он это тоже не имел права делать, но там было немножко по-другому, там было, по-моему, с 6 по 9 ноября, не до 6, не с 3 по 6, а вот с 6 по 9 они там тоже что-то продлевали, чего-то, по-моему, они еще продлевали даже то, что человек может прийти лично и поправить вот это Кюрт, сделать, починить свой бюллетен, вот, и это он сделал без решения этих, конгресса, или как там это называется, там, ассембли в Пенсильвании, и это отменили, но Пенсильвания, тут один есть журналист, которого я с большим удовольствием всегда читаю, смотрю, Джек Пособик, он на канале One America News Network, но это единственный остался канал, который вообще можно, по-моему, смотреть, и он как раз рассказывал, ему там кто-то, ну, он большой любитель Трампа, и он сейчас борется активно, участвует в сборе информации по нарушениям, и так далее, ему кто-то там в комментариях написал, что, ну, что, ты там серьезно думаешь, что в Пенсильвании были такие страшные нарушения, и он ответил, в общем, очень кратко, он сказал, я из Филадельфии, вот, то есть, он просто это знает, потому что Филадельфия всегда творилась черти что, и об этом все знали, просто масштабы, вот это вот, то, что приняли, кстати, в Washington Post, или в New York Times, я уж не помню, они у меня уже перемешались, несколько лет назад была статья историческая насчет того, что в 1864 году точно так же демократы ввели mail-in ballots, потому что они хотели не допустить переизбрания Абрама Линкольна. Да, это известный факт, это печатали. Миш, извини, у нас есть звонки, давай попробуем еще принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для меня это была новость, что вот, оказывается, законодательно, нигде не прописано наблюдатели противоположной партии при тресчете голосов в Штатах. Как это так вообще? То есть, они могут своей воле запретить, а законодательно этого нет. Ну, это, во-первых, не все же надо законодательно утверждать, потому что это очевидно, что те всегда было, и это, кстати, сейчас один из важных пунктов, который был представлен в суде в Пенсильвании, потому что по договоренности, там, законодательные, незаконодательные, была договоренность, что пускают, что разрешают представителей, это же не то, что, тут же нет оппозиционных партий на выборах, в смысле выборы, это выборы, то есть, представители обеих партий, ну, даже не обеих, а там сколько там, три, четыре, пять, в зависимости от того, сколько в штате было кандидатов, все могут прийти, имеют право прийти. А реально получилось, что нет, а реально получилось, что нет, их же не допускали во многих местах. Нет, их не допускали, это был полный произвол, и даже... Да, но они же встывают на то, что за законодательно это не прописано, мы не обязаны пускать, вот и все. Ну, и это сыграет против них, я надеюсь, потому что... Я думаю, это на них и надеется, причем, с учетом того, что сейчас происходит, это вряд ли сыграет. Ну, сейчас мы посмотрим, мы сейчас, скажем так, сегодня еще ничего не произошло, сейчас я... Кстати, я напомню, вы, наверное, тоже уже читали по поводу свидетельницы, алло, вы слышите меня? Да, по поводу свидетельницы, я сейчас забыл ее имя, она была в счетной комиссии по Доминиону, она написала, какое там сплошное мошенничество было, она там была в ТСЕ, в каком-то счетном бюро, в Пенсильвании, по-моему, она была, и счет с вечера до утра, и она говорит, там было мошенничество стопроцентное, по пунктам, вы считали, наверное, наверное, да? Ну, сейчас много ходит таких вещей, я не про все знаю, во-первых, правда это или неправда, про то, что с проблемой с Доминион, это известно, сейчас там даже какие-то корни нашлись в Китае, в этом Доминион, даже был только что твит, где, ну, в основном, потому что информацию сейчас из новостей же не черпаешь, черпаешь уж только из Твиттера, потому что в новостях ничего нету, вот, и там опубликовали документ по поводу Доминион, какой-то их там или внутренний документ, или я не помню, какое-то соглашение, и там было аккуратненько закрашено список зарубежных компаний, которые или зарубежных там каких-то интересов у этого Доминиона, то есть кто в него вложился, кто в него там стоит за ним, и это очень тревожно, потому что, что значит эта компания, которая занимается выборами, вдруг закрывают список ее инвесторов, или ее там основателей и так далее, это вообще как-то Ну, да, это бесконцентридентно, и еще вот такой Саравел есть такой, там просто сухая статистика, по каким штатам, по каким системам были перебросы голосов. Ну, ну да, там есть, ну, они же не знают перебросы, это считается, как бы Да, это считается, ну да, в суде это трудно, наверное, доказать, я так понимаю. Ну, в суде достаточно доказать, ну, во-первых, сейчас, насколько я понимаю, в Висконсине, в Джорджии, в Аризоне должны быть пересчеты сами по себе, очень интересно будет результат посмотреть в Джорджии после пересчета, пока я что-то не вижу никаких данных, пока там что-то молчат, вот. Они, они сейчас допускают противоположных, так сказать, наблюдателей? Обязаны. А интересная штука, Миш, ты видел такую, по ТВ показывали, мне пересказывали, но я не видел, к сожалению, сам, показывали человека, который якобы проголосовал в Аризоне, он уже полтора года в Теннессе живет, чернокожий мужчина. Да, да, я знаю, это на Лоре Инграмм был, и вот до этого нашел как раз вот этот именно вот этот вот человек, который сейчас занимается глубоким исследованием данных, он нашел и каким-то образом он даже написал, говорит, я даже не знаю, как он, как на него вышло Лора Инграмм, то есть имеется в виду, что они тоже ведут какие-то там свои расследования. Вот так. Ну, ведь это вот, вот смотри, наверняка он не единственный же, да? Не, но там сейчас занимается, сейчас как раз начали заниматься тем, благодаря этому скандалу, что чистят эти Waterworld, наводят порядок, и все, и это, скажем, если, я говорю, если вдруг Трампу все-таки не удастся победить, стать президентом, то, по крайней мере, это будет самая большая его, как это, прощальная победа. Ну, все считают, что сейчас он еще помилует Асанжа и Сноудена, вот, и там еще есть один человек, этот с немецкой фамилией, Расс Ульберт, по-моему, но я не очень знаком, там, либертарий, ну, просто считают, что если сейчас он будет уходить, то он вот этих троих людей обязательно помилует, вот, но не знаем, вот, потому что против этого, вот этого человека с немецкой фамилией, против него говорят, что очень сильно выступал почему-то Джаред Кушнер, поэтому не знаю. Вот так, да? Ну, смотри, сколько интересных вещей, а при этом уже весь мир считает, что есть у нас президент-элект, его поздравляют все и вся. Ну, Болсонару еще не поздравил. Ну, Болсонару понятно, Болсонару стойкий оловянный солдатик. Мексиканец тоже не поздравил. Да, наш большой друг Владимир Путин не поздравил, потому что держит паузу, так сказать, многозначительную. Даже китайцы и то что-то выдавили из себя. У него там дело. Китайцы, как только там эти, после ночных этих пауз, когда все отдали обратно Байдену, в смысле голоса, вот, у китайцев взлетел юань там до 28-месячного максимума. А во время выборов ночи на 3-го ноября юань грохнулся сильно и, ну, понятное дело. И, в общем, все индикаторы были, что Трамп выиграл. Но потом, конечно, когда начался этот беспредел, понимаешь, это даже вот, я даже не представляю, как теперь Америка может там каком-нибудь Белоруссии. О, ни за что. Вот это я об этом хотел, но у нас уже буквально 20 секунд осталось, тебе вот буквально последнее слово. Ну, не, ну все, ну мы надеемся. Ну не последнее вообще, но на этом эфире. Нам остается только надеяться, что все будет хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, что если вдруг не будет хорошо, то не будет так плохо, как мы боимся, что Байден так быстро не помрет, его за это без, как это, за отсутствие, ну, за старческий маразм не уберут и Камалу не поставят так быстро. Ну, хорошо, давай мы скажем, мы не боимся и в кусты не собираемся, так что все нормально. Господа, слушайте нас, читайте нас и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова